итак всем привет вы на канале буран гараж 35 у нас будет новый формат будем разбирать мотор но в прошлой серии мы закончились на том что я показал что здесь обломила пошли и это будет хороший пример хороший пример показать к чему приводит установка поршней задом наперед то есть поршнем ну сейчас разберем быстренько и покажу вам причин начнем разборку с здесь стоит электрозапуск скобу открутим потом выхлопной коллектор я уже снял еще в прошлой серии все скидываем пока что на этот сама коробку вот смотрите нету никакой прокладки и все склеено на просто на герметик ну нет прокладочка оказался рваненько остается нам открутить головочки так головки мы разбираем изначально повторюсь за что здесь был на правом цилиндре был сделан вертыш вот он вертыш и вертыш соответственно выкрутился вместе со свечой то есть отверстие сделано да и получатся но как правильно да вертыш должен быть расклепана здесь же он был не расклепан и поэтому он выкрутился со свечкой созвонился с хозяином то есть я даже купил вертыш и да получается он греть и под и у меня есть бушная головка бушная головка правого цилиндра но есть и левого цилиндра и есть ничего не одна так скажем запас маленький есть вот и хозяин сказал что типа давайте давай лучше то есть я куплю у тебя бушную головку и этот сама поменяем всю голову со мной если даже и вертыш сюда делать новый то надо было все равно в любом случае снимать цилиндр чтобы вертыш расклепать чтобы свечка соответственно выкручивать вкручиваясь выкручиваясь именно вертыша не вертыш выкручивался из цилиндр поэтому у нас все и разобралась снимаем головки это самая проблематичная проблематичная так нужно достать все шапочки шапочки сразу потому что покажу ведь и вот шайба она уже вмята до боли то есть она закручена уже не один десяток раз нам тут и поэтому шайбы сразу идут в металловом и гравера тоже тут уже такие не очень посмотрим выберем что получше поставим если ничего не выберется поставим нового соответственно шайба вот не этот еще более-менее поставим ее куда-нибудь на проблема с ловку вот снять потому что все видео сразу скажу будет долгим будем отдефиктуем этот мотор для мамы фига головка снимается так плохо потому что уже отверстие раззади развальцован шайбами их расплющила и поэтому аккуратненько не спеша можно так неплохая головка даже кстати нет здесь ни разу на этом моторе не разваливался сепаратор но она уже уже свертыш снял перчатку зря снял перчатку прокладки тоже я думаю что они уже обжаты не один десяток раз ну два раза так точно обжаты потому что так сейчас я вам покажу два раза они обжаты потому что с одной стороны есть кантик от головки но вот окружность и соответственно с другой стороны есть кантик и тот же то есть они были сначала стояли так и при следующем ремонте их перевернули не меняли это шайбами где-то без шайб шайбами где-то без шайбами где-то без шайбами где-то без шайбы они настолько уже расклепались и ну и это головка принципе неплохо тоже самое и по этой прокладки видео что она обжата два раза два раза была обжата да с двух сторон у ее есть след от головки один ну цилиндр нет цилиндру тоже досталось есть здесь стукнуло по выхлопному окну соответственно кольцом и ну цилиндры бы еще походили еще более-менее цилиндров такие но не сказать что они офигенно ну подправить можно в принципе я думаю что цилиндры можно оживить но и соответственно вот вся проблема подорвала бошки поршня потому что потому что поршни стоят наоборот должны стоять поршни соответственно так подорвал их со стороны выхлопного окна выхлопного окна и получается когда мы ставим сейчас возьму другой пошли возьму для примера левый поршень как бы парни не ориентируйтесь вот на это отверстие это отверстие но что она есть что его нет допустим да надо ориентироваться по замкам колец вот на поршни получается замок давайте маркером нарисую замок верхнего поршневого кольца нарисую к верху вот сюда вот так замок нижнего поршневого кольца нарисую вниз вот так то есть ну отверстия нету допустим это будет правый поршень то есть у нас нижнее поршневое кольцо своим стыком смотрит в сторону выхлопа но на выхлоп она не попадает потому что она ходит она работает вот если взять цилиндр то у нас будет сверху это выхлоп то есть вот шпильки торчат снизу это впуск да и кольцо ходит у нас вот по этой простенке между вот там продувочная вот так вот мы два продувочных окна видим вот здесь есть простенок между продувочным окном и выхлопным окном и кольцо работают по этому простенку впуск но я же кольцо до впускное кольцо переворачиваем поршни верхняя верхнее кольцо оно должно своим замком смотреть на впуск она просто многим многие спрашивают и многим это кажется но неправильно до верхняя верхняя поршневое кольцо своим стыком ходит ровно ровно посередине впускного окна для этого в опускном окне сделан вот этот пиптик приливчик маленький но когда поршень работа в цилиндре когда поршень работа цилиндры то вот видите кольца да и вот этот приливчик вот нижнее кольцо опускается у нас но примерно в каком-то цилиндре она вообще не покажется на каком-то моторе на каком-то моторе она покажется только только и вот этот приливчик он не нужен чтобы держать нижние ну как бы подпирать нижние поршневого кольцо. То есть верхнее кольцо своим стыком, оно не выходит в окно. А когда вы ставите поршень наоборот, ставите поршень наоборот, вот у нас меточка будет, нарисую маркером по этот самый, поярче. Вот так вот у нас кольцо получается. Когда вы ставите его наоборот поршень, у нас получается, кольца не посередине выхлопного окна, они где-то вот так немножко смещены. и они полностью оба кольца выходят выход и в что получается на выхлопном окне соответственно выхлопное окно у нас широко как бы по ширине и в один прекрасный момент кольца они не то чтобы взять если кольцо да они не то чтобы сойдут со своими замками да их выберет они просто-напросто от нагрева как бы кольцо на чем начнет одну вот если так цилиндр начнет отжимать и при работе она своим стыком попадет попадает в окно выхлопное окно попадают и его задирает соответственно получаем вот такую картину ну вот тут даже видно если присмотреться то видно то кончики колец где его подорвало на обоих цилиндрах они загнуты кверху но из-за этого вылетел вылетели куски поршни вот как то вот так то есть еще раз напомню верхнее поршневое кольцо своим стыком должно смотреть на впуск сторону впуска ровно посередине вкусного окна но она в выпускное окно она не выйдет все снимаете поршни звоню хозяину кстати нет поленвал нормально понимал думал китай но не китай старого бросающий без люфтиков коленвал хороший хороший вот как то так то есть поставил поршни наоборот и приехали на поршневую ну что ребятки все готов чинка то есть уже стоит и мотор на месте и запускается и работает коробочка переключаться и полностью всю спаял проводку новую на его то есть аккумулятор стоит коммутатор у нас переместился под сиденье вот сюда коммутатор под сиденьем получается тут под щитком самого вот чем удобный щиток приборов если у кого есть вот такой щиток щиток приборов с кожухом двигателя и кому-то он не нужен это вот бурана м или буран ld если не нужен приму в дар или куплю за недорого как то так то есть гусеницы поднастроены но гусеницы зритель рама вся кривая и на этом буране у нас как вы помните переваренные крепление уши поэтому не знаю натянул как мне показалось нормально то есть там уже надо будет смотреть по тут же получается если рама у нас переварена то гусеницы натягиваются уже не не как на штатном буране совсем по-другому то есть надо ловить ловить накат снегохода чтобы то есть едешь к примеру там ну километров 30 час отпустил газ и чтобы снегоход не не такое ощущение было что тормоз выжали и снегоход резко останавливаться как бы чтобы у снегохода был накат то есть 30 километров если в полном порядке лыжа да там подрез не этот средний подрез не задирает то есть да по накатанной дороге с 30 километров ну буран должен прокатиться метров ну метров думаю около 10 10 может не 10 но метров 57 57 10 вот так вот а если такое что вы с 30 километров отпускаете газ и у вас там за 2-3 метра снегоход аж такое ощущение как будто тянет вперед вас наклоняет то это у вас перетянуты гусеницы перетянуты гусеницы скажутся на расходе топлива на езде снегохода в цело то есть в пухлый снег ну и будут как бы то есть снегоходу тяжело ехать самому по себе то есть он сам себя вести не может а не то что еще там груз прицепить или вы там сели на его вот как то так поэтому на этом будет парни все сейчас его отдадим отдадим и будем заниматься другим снегоходом следующим то есть надо отдать два снегохода вот тот стоит и вот этот стоит и будем доделывать этот так скажем на этом парнем будет все будем заканчивать этот блогик подписывайтесь на наш канал оценивайте видео делитесь с друзьями все парни всем удачи всем пока катайтесь не ломайтесь